Сейчас у нас будет последний выступающий. Скромность – это то качество, которое важно проявлять, когда других нет. Поэтому я представлю сам себя. Я член Совета ТОС-Чипаевский, отвечаю за молодежное направление. И у нас есть руководитель этого отряда, Анна Эдуардовна. Она после меня дополнит то, что я пропустил. Мы оба видели, как это все начиналось. У нас еще до этого была цель. Что мы в ТОС-Чипаевском, территориальное общественное самоуправление, мы стараемся разрабатывать четыре направления. И оно охватывает все уровни общества, скажем так, пожилых и семьи, детей. И также забота о внешнем, окружающем виде. И вот одно из направлений – это молодежное. И хотя мне 45, но я еще чувствую себя совпадающим по некоторым моментам. Поэтому я с этим направлением тоже работаю. И организовали, Анна Эдуардовна организовала, а мы всячески помогаем с просвидетельской деятельностью, с проектами «Волонтерский отряд рукопомощи». На базе школы 15 туда входил мой старший сын. Там тоже очень было это важно. Вот говорили сегодня про преемственность. То для меня это было такое доказательство того, что я не зря вот это все делаю. Он сам, я его не подталкивал, он сам захотел. И был еще один такой момент, когда он говорит, хотим сыграть в футбол, но стадион грязный. И он организовал проект сами. То есть мы им не говорили, что делать. Они сами с ребятами организовали проект, почистили стадион, потом организовали игру. Вот это вот показатель тот самый, что добро трогает сердца людей. И вот то, о чем Павел вначале говорил, что там дочка помогает, о чем Дмитрий Федорович говорил, это очень важно. Это прям радость для родителей. Так вот, я любую речь, особенно трехчасовую, надо начинать словами, я буду краток. Поэтому я постараюсь покороче. Все уже устали. Вот в октябре 2020 года тоже была организация молодежи «Пентезамир» и «Реактор». И был карантин, как видите, да, по фотографиям. Но, тем не менее, несмотря на все вот эти вот условия, отряд начал работать. И мы начали, как всегда, с теории. Тоже задавались эти вопросы про ценности, чем мы этим занимаемся. Какой-то был подход, было обоснование, почему это важно, чтобы ребята тоже не делали это из-под палки или потому что только это нужно, а чтобы это трогало как-то душу. И первым проектом, которым занимаюсь, одним из первых, это было поздравление детей-инвалидов с Новым годом. То есть наши, ну, я уже говорю, наши дети, ну, как свои. Они сами выбрали костюмы, кто Дед Мороза, кто там современного героя, да, Наруто, и ходили к детям-инвалидам. Для них самих это был такой достаточно переворачивающий опыт, потому что, ну, там уже не будешь жаловаться, что тебе не хватает там денег на что-то, на игрушку или на одежду, когда ты видишь, что другому человеку гораздо хуже. Но он может быть более позитивным, чем даже ты, да, у которого все есть. Для детей вот это было очень важно. И после этих проектов они пошли дальше. Да, они уже помогали с установкой елки. У нас небольшой надружный микрорайон. Они помогали ставить елку, украшать ее. Потом поздравляли пожилых людей. С 23 марта и 8 февраля собственные... Да, извините. Не, 23 февраля, 8 марта, да. Супруга всегда поправит. Они сами делали открытки и раздавали их пожилым людям. Пожилые люди были счастливы. То есть, конечно, важно и материально поддерживать, но когда моральная такая поддержка, что их помнят, их любят, это тоже очень важно. И потом весь отряд прошел курс «Дизайнер мира», где они научились, получили все инструменты для того, чтобы разрабатывать, реализовывать свои собственные проекты. Тоже от молодежи студентов «Дизайнер мир». Был такой курс очень полезный. И после этого уже пошли встречи в другом уровне. Приезжал к нам Сауляк Александр, где-то был в Парсите по отчеству. Потом они уже стали помогать в празднике Масленица, а там было около 500 человек. То есть это все было силами ребят. Это было важно. Они там и жнец, и чтец, и на другие игрец. То есть везде они прям принимали участие, помогали, и это очень здорово. И дальше они пошли на всероссийский уровень. Для старших классников был конкурс «Большая перемена». Потом прошел полуторамесячный эко-марафон с хорошими привычками, с проведением уроков в школе. То есть вот пошла уже передача следующему поколению правильных ценностей и навыков. Сдавали эко-сумки. Прям отряд, он везде успел. За эти полтора месяца у нас был и раздельный сбор мусора, как зеленый ключ обнимается. И для детей мастер-классы, уборки. Ну, субботники – это у нас уже как обычное дело, можно сказать. Это уже никого этим не удивишь. Были разные эко-квесты, и все это очень дружно, по-семейному, и с наградами, со всем вместе полностью. То есть полный комплект и эмоций, и какой-то материальной награды. Также в преддверии 9 мая общались с тружениками тыла, поздравляли тружеников тыла, участвовали в праздновании 9 мая, и также они организовывали, помогали организовывать витинг в нашем районе. Это вот все дети. То есть, ну, как сказать дети? С одной стороны дети, с другой стороны уже выше тебя. Но все равно, очень приятно, что они берут на себя эти общественные обязанности, и они не жалуются, что это должны делать кто-то. Почему мы? Но это очень здорово для них самих. Вот основные участники, это уже немножко устаревшие, она уже 9-я. Ну, указанный руководитель, и вдохновитель, и главный руководитель отряда помощи – это Миллер Анна Эдуардовна. Спасибо ей большое. Я хотел бы ей дальше передать слово, чтобы она рассказала какие-то новости, и, может, я что-то упустил. Вот. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Немножко позже присоединилась. У нас сегодня в школе был очень такой интересный день. К нам из Сибири приехал поэт, писатель, может быть, слышали о таком, Вин Дорофеев, презентовал свои стихи, рассказывал о том, как он ездил на Донбасс в составе волонтерской группы помощников, в общем, рассказал всю ситуацию, да, которая происходит там. К сожалению, ситуация, конечно, сложная и тяжелая. Многие с этой ситуацией, ну, кто-то согласен, кто-то не согласен, разные мнения. И дети смогли даже задать вопросы, потому что дети, на самом деле, у нас были уже не дети, а подростки, да, те самые, которые, ну, действительно, должны уже, да, знать вот эту всю правду и могли задать вопросы, потому что этот человек действительно побывал там, и он всю эту ситуацию видел изнутри. Встреча достаточно была такая насыщенная, в течение полутора часов он у нас был в гостях, поэтому я присоединилась чуть попозже. Ну, да, действительно, вот наш волонтерский отряд рукопомощи существует совсем немного, но за это немного мы сделали, я считаю, много. Вот я, поскольку работаю в школе здесь, ну, где-то шесть лет, ну, и раньше, до меня, ну, никто такой деятельностью не занимался. И сейчас вот я наблюдаю, что у ребят есть прям активный интерес к этому добровольчеству. И для многих я работаю в школе не только волонтером, да, руковожу отрядом, я еще и учитель истории. И я в большей степени ассоциируюсь теперь у ребят не с учительством, а с волонтерством. Поэтому все, что связано с волонтерством, они сейчас обращаются ко мне. Конечно, очень важно, важно, что есть подвижники, есть люди, которые в этом тебя во всем поддерживают. И нашими помощниками с подвижниками как раз были Андрей Михайлович и Екатерина Александровна. Им огромное человеческое спасибо, потому что они, вот в это даже в то пандемическое время сложное, они помогли эту деятельность поставить на ноги в нашей школе. Конечно же, здесь еще и организации молодежной, молодежь и студенты за мир. Ольга, большое ей спасибо, она здесь. Я передаю ей огромный пламенный привет. Видела, что она рядышком, ну не рядышком, но где-то по ту сторону интернета. Но тем не менее, передаю пламенный привет ей. Конечно, хотелось всех увидеть лично, чтобы пообщаться, потому что этого общения действительно не хватает. Сейчас вот мы с вами общаемся по зуму, такое ощущение, что мы в этом времени в пандемическом до сих пор находимся, потому что все вот это общение, оно действительно куда-то ушло в интернет. Но тем не менее, наш волонтерский отряд, он продолжает свою деятельность, он не останавливается на достигнутом. Нас уже достаточно много. Есть ребята, которые подтягиваются из начальной школы со своими родителями, подходят ко мне, о чем мы можем помочь, как вообще это все у вас устроено, то есть очень много таких активных интересов, что меня очень-очень радует. В плане, кто меня поддерживает в школе, педагогов, конечно, немного таких активных, но они тоже есть. Я не одна, поэтому вся деятельность, она у нас, конечно, на вот этих активистах, конечно, и держится. Поэтому всем участникам, все, кто сегодня выступали, огромное человеческое спасибо, что вы эту деятельность поддерживаете, что вы не останавливаетесь на достигнутом, что есть единомышленники, и я теперь знаю, кому можно обратиться за помощью, за советом. Это очень приятно, это очень здорово, это очень классно. 15-я школа, 71-я школа, 26-я школа, вам большое спасибо. Мы с вами не так далеко друг от друга территориально находимся, поэтому какие-то совместные проекты мы можем с вами вместе организовывать. Телефонами, контактами можем также с вами обменяться и всегда быть на связи. Волонтеры – это единая семья, это команда, это единомышленники, это те люди, на которых можно положиться. Вот даже тот писатель, который к нам сегодня приезжал в гости, он сказал, я не люблю это слово «волонтер», давайте будем называть друг друга, мы помощники. Это по-русски, это лучше, это как-то тепло. Я с ним отчасти тоже соглашусь. Это здорово. Все, что мы… Чем мы с вами занимаемся, это здорово. И это должно расти и процветать. Всем добра. Спасибо большое, Анна Гардовна. Спасибо. Ваши слова. Ну, в принципе, на этом можно и завершить. Я думаю, будет даже ничего сказать.